Казахстан Казахстане в самом разгаре, однако, ни сами избиратели, ни международные наблюдатели не довольны уровнем политагитации. Выбор у нас особо-то никогда и нету толком. Это же все фиктивность такая. А представители, кандидаты от партии, это все куплены. Учить не только кататься на лыжах, но и родину любить. Тренер из Кыргызстана Вадим Караульных много лет тренирует детей и заодно проводит для них уроки патриотизма. Репортаж Чбек Бегалиевой. Это родина, здесь хорошо. Здесь все только начинается, и я нужен здесь, потому что мы должны делиться, мы должны помогать нашим кыргызстанцам, потому что это Кыргызстан, детка. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азии» в бишкекской студии Яшов Катургаев. Здравствуйте. Более полутора тысяч казахстанцев не могут вернуть деньги за сорванный авиарейс. И речь идет о перелетах, отмененных местными перевозчиками БКР. Год назад самолет авиакомпании рухнул под Алматы, тогда погибли 12 человек, десятки пострадали. После этой трагедии все полеты БКР отменили. Власти страны потребовали вернуть людям деньги за так и неиспользованные билеты. Подробности ушел пан Разбековой. Самолет упал! Год назад Казахстан потрясло известие о страшной авиакатастрофе. 27 декабря рухнул самолет, направлявшийся из Алматы в Нур-Султан. При взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в нежилой дом. Трагедия унесла 12 жизней. Еще 66 человек пострадали. После происшествия власти запретили авиакомпании БКР совершать любые полеты. Десятки авиарейсов отменили. Несостоявшиеся пассажиры стали требовать деньги за билеты. Они мне прислали сообщение, что рейсы отменены. И после этого я им написала сообщение, заявку оформила, как положено по их правилам, чтобы они мне осуществили возврат. Они мне написали в письмах, что да, мы вам возвратим, ваш возврат оформлен, но ожидайте. Обещанных денег люди ждут вот уже год. Выяснилось, что авиакомпания задолжала более полутора тысячам казахстанцев. Пострадавшие три раза подавали в суд на БКР. Все процессы выиграли, но получить свои кровные никак не удается. По решению суда авиаперевозчик должен выплатить почти 100 миллионов тенге. Это около 200 тысяч долларов. Сейчас саму компанию дозвониться невозможно. У них контактные телефоны не отвечают, соответственно, на письма тоже ответов нет. Последнее письмо я писала в феврале-марте месяца. Но ответ был такой, что в данный момент они не владеют никакой информацией, что делать дальше. Это решает руководство. Обивать пороги и бесконечно звонить в авиакомпанию люди устали, поэтому решили испробовать другой вариант. Вернуть деньги за счет страховой выплаты. Но в компании, где была застрахована БКР, сообщили, что ничем не могут помочь. Якобы выплаты полагались только пассажирам рухнувшего самолета. Выплата по данному виду страхования осуществляется только по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью пассажиров, а также за вред их имуществу, который был утрачен, поврежден или испорчен во время перевозки. Таким образом, согласно законодательству, страховая компания «Монат» не может осуществлять страховые выплаты за билеты, так как данный случай не предусмотрен законодательством в качестве страхового случая. На деле выжившие пассажиры того злополучного авиарейса тоже не могут получить обещанной выплаты. По словам одной из них, компенсации за моральный ущерб до сих пор не было. Не удосужились даже вернуть деньги за билеты. Такое впечатление, как будто стена какая-то стоит между нашим президентом, правительством и людьми, которые были. Ну, наверное, все по тому принципу. Психолог сказала, благодарите Бога, что вы остались живы. Ну вот, с этим мы и живем. Связаться с авиакомпанией БКР не представляется никакой возможности. Не удалось этого сделать и нам. Пострадавшие тем временем озадачены и не знают, что делать. Они уверены между страховой компанией и БКР. Есть сговор, поэтому и деньги никто не выплачивает. В поисках справедливости отчаявшиеся люди написали открытое письмо президенту страны, попросив его лично разобраться во всей этой ситуации. Данная ситуация подталкивает нас на мысль, что отдельные должностные лица отдельных компаний и органов лоббируют интересы страховой компании АО «Страховая компания Монат», у которой застраховала свою гражданско-правовую ответственность авиакомпания «Бек-Эйр». Задержка может быть использована отдельными недобросовестными гражданами из лица руководства авиакомпании «Бек-Эйр» для сокрытия денежных средств с целью недопущения их возврата покупателям билетов. Выбивать долги из авиакомпании суд поручил частным судебным исполнителям, но те выполнять свою работу не торопятся. Более того, требует аванс, за свои услуги жалуются пострадавшие. С каждого человека свыше 10 долларов. При этом никаких гарантий, что они вернут деньги, нет. Шолпан Уразбекова, Ярнур Дожжанов, Ганизат Успанов и Павел Энгельгард. Настоящее время Азия. Казахстан. Европейский суд по правам человека единогласным решением обязал Россию восстановить гражданство Бахтиера Усмонова и выплатить ему компенсацию в размере 11 тысяч евро. Уроженец Таджикистана обратился в ЕСПЧ в 2018 году, после того, как МВД России обвинило его в предоставлении недостоверной информации при подаче на гражданство. Как оказалось, Усмонов в своем заявлении не указал данные на своих брата и сестру. Российские власти расценили это как попытку ввести в заблуждение компетентные органы и аннулировали ему гражданство. В Российской миграционной службе Усмонова предложили восстановить в посольстве Таджикистана свой прежний таджикский паспорт и легализовать свое нахождение в России. А когда он с таджикским паспортом обратился за разрешением на временное проживание, ему отказали и сообщили, что ФСБ наложило запрет на въезд в Россию для него на последующие 35 лет. Ему посоветовали покинуть страну, так как у Усмонова в России проживает жена и четверо детей, тоже граждане России. Он проигнорировал предписание власти. После этого его задержали и поместили в приемник временного содержания мигрантов в Новгородской области. Сейчас у нас есть возможность говорить о том, что статья 8 была нарушена и попробовать восстановить ему гражданство российское. Суд указал о том, что была нарушена статья 8, когда принимался вопрос о депортации. Это означает, что мы можем настаивать на том, чтобы Российская Федерация его легализовала на своей территории. Ну, осталось только подождать, когда решение вступит в силу, потому что, я так понял, на сайте сказано, что в течение трех месяцев сторона может подать жалобу и Большая Палата будет решать, стоит ли этим делом заниматься дальше или это будет окончательное решение. Сам Усмонов в беседе с нами рассказал, что за время пребывания в центре и временного содержания мигрантов потерял здоровье. По его словам, единственное, что его удерживает от возвращения на родину, это его дети и хозяйство, которое он нажил за год проживания в России. У меня здесь дети родились. Русские знают лучше, чем свой родной язык. После всего этого, конечно же, есть разочарование. Сначала говорил, что уеду. Я здоровья лишился. Но другого выбора нет. Я же с семьей до всех этих событий занимался здесь фермерством. Технику свою имеем, квартира уже есть. Что со всем этим будем делать? Россия и Узбекистану просили оформление документов для трудовых мигрантов, которые планируют выехать в РФ на заработки. Соглашение о сотрудничестве подписано между Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана и Федеральным государственным унитарным предприятием «Паспортно-визовый сервис при МВД России», а также Государственным бюджетным учреждением Москвы «Многофункциональный миграционный центр». Обе российские организации уполномочены представлять комплекс услуг для получения разрешения на трудовую деятельность в Москве и остальных регионах России. Подписанные соглашения позволят упорядочить миграционные процессы, сократить время и расходы на оформление необходимых документов. В Казахстане в самом разгаре гид-компании перед парламентскими выборами. Каждая партия рекламирует себя и старается достучаться до своего избирателя, но получается это из рук вам плохо. Это констатируют как рядовые казахстанцы, так и международные наблюдатели. Подробности у Ярнура Дожжанова. До парламентских выборов остается чуть больше двух недель. Сейчас партии заняты агитацией – на улицах, в интернете и на телевидении. Везде кандидаты в депутаты борются за внимание избирателей. Насколько эффективно ведется гид-компания? Об этом мы спросили у жителей Нурсултана. Я тут каждый день, бывает, вот первые ко мне, получается, подошли народная партия, вот этот красный у них буклет, потом подошли, отдал, вот, тоже партия, да. И везде расклеены Нур-Атан, свои вот эти клеят. Да, видим, Нур-Атановцы ходят в кофтах, в футболках, вот этих всех. Потом что, в интернете? То, что, агжоловцы, да, кажется, есть, они протестуют против Нур-Атана и все, в принципе. Молодежь ходит, основной. Основной молодежь, я так думаю, это, которые волонтеры, агитируют, дают нам все. И даже заходит и звонит, объясняет. Агитационные билборды, стенды с листовками можно встретить практически на каждой улице. Не заметить их очень трудно. Но большинство опрошенных нами людей склоняются к тому, что в этот раз предвыборная агит-компания гораздо слабее. Мол, нет массовых мероприятий и ажиотажа, как в прежние годы. А что касается самих выборов, многие участвовать в них не желают. Вроневое, шоу, это постаново, и не слушаю, и народ не верит в него. Вот, что я хочу сказать. А сами пойдете на выборы голосовать? Нет, не пойдем. Зачем мне? Кому мне голосовать? До этого они сидели до выборов, пять лет, суток, пять месяцев. Что они делали? Естественно, что теперь хочет, а нам обещать перед выбором. Все такие. Выбор у нас особо-то никогда и нету толком. Это же все фиктивность такая. А представители, кандидаты от партии, это все куплены. И так понятно, что выдвигают родственников, протеже и те, которые будут предоставлять их интересы. Сам я, как бы, не знаю даже. Наверное, скорее всего, нет, потому что я не вижу смысла, типа, в этом всем деле. А вообще знаете, какого числа выборов и пойдете ли на них? 10 января, кажется. Не знаю, пойду или нет. Мне как-то... Я не знаю особо, что они предлагают, какие у них, так скажем, предложения вот эти выставляют. Так что, в принципе, я не знаю, за кого и голосовать. Никакой агитации не вижу, но на выборы пойду. Буду голосовать за Нур-Отан. Особенности нынешней агиткомпании замечают и международные наблюдатели. Так, миссия ОБСЕ по наблюдениям за выборами в Казахстане отметила, что предвыборная агитация партии малозаметна. Пока что агитация партии Нур-Отан выглядит более заметной, хотя агитация всех партий пока малозаметна. Есть небольшое количество рекламных счетов от всех партий, расположенных по всей стране. Плакаты и распространение материалов очень незначительны. Больше всего денег на рекламу своей партии у Нур-Отана. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая фракция располагает весьма крупной суммой – свыше 610 миллионов тенге. Это порядка полутора миллионов долларов. Почти в три раза меньше средств у идущей второй партии АУЛ – около 230 миллионов тенге. Самые бедные в этом списке – экс-коммунисты. Сейчас они именуют себя народной. У них бюджет – 50 миллионов тенге. У нас бюджет всего лишь в 100 миллионов тенге. Наши спонсоры, сторонники смотрят, чтобы деньги тратились с умом. Есть определенные ограничения, поэтому упор делаем в основном на встрече с избирателями в режиме онлайн. Карантин, пандемия кругом. Онлайн-режим сейчас в приоритете. Каждый день вечером мы здесь через свой сайт отвечаем на вопросы избирателей. Интерес очень большой среди населения. Агиткомпания в стране стартовала 10 декабря. Завершится 9 января следующего года. Потом День тишины и сами выборы 10 числа. В них примут участие 5 партий. Ернур Душан, организатор «Спанов», Настоящее время Азия, Казахстан. В Кыргызстане суд оставил под стражей отчима 15-летней девочки, которая обвинила его в изнасиловании. Как сообщили о затыку в ГУВД Чуйской области, мужчине избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Напомню о преступлении. Стало известно на прошлой неделе, когда адвокат опубликовал видеоразговор с подростком. В ролике девушка рассказывает, что в течение двух лет отчим насиловал ее и угрожал убийством, если она расскажет обо всем милиции. Мать девочки встала на сторону мужа. Она утверждает, что супруг не способен на преступление, поскольку является религиозным человеком. После этого в Генпрокуратуре заявили, что мать также может быть привлечена к ответственности, если будет доказано, что она скрывала преступление супруга. Смотрите далее в нашей программе. Учить не только кататься на лыжах, но и родину любить. Тренер из Кыргызстана Вадим Караульных много лет тренирует детей и заодно проводит для них уроки патриотизма. Репортаж Джебек Бегалиевой. Это родина, здесь хорошо. Здесь все только начинается, и я нужен здесь, потому что мы должны делиться. Мы должны помогать нашим кыргызстанцам, потому что это Кыргызстан, детка. Авиакомпания Узбекистан Airways из-за нового штамма COVID-19 в Европе объявила об отмене запланированных на 28 декабря и 7 января рейсов во Франкфурт. Ранее республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом по этой же причине поручила временно приостановить авиасообщение с несколькими странами. В Туркменистане сотрудники скорой помощи и работники школ массово начали болеть COVID-19. По данным радио Азатлык в Лебабской области, которая стала эпицентром эпидемии среди сотрудников школ, массово выявили коронавирус. Об этом стало известно после того, как власти обязали учителей и руководство средних школ за свой счет сдать тесты на COVID-19. По этой причине зимние каникулы, по некоторым данным, продлятся 21 день. Между тем, несмотря на то, что власти запретили новогодние корпоративы, ашхабадские рестораны продолжают принимать заявки на их проведение. Как сообщают корреспонденты хроники Туркменистана, во многих ресторанах и кафе-барах места для вечерин и коллектив забронированы до 2 января. У всех пассажиров, прибывающих в США из Великобритании, должны быть отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике болезни. На этой неделе десятки стран закрыли авиасообщение с Великобританией, где были выявлены два новых штамма коронавируса, рассказывает Мария Яблонская. Общее число заразившихся коронавирусом в Африке с начала пандемии на этой неделе превысило 2,5 миллиона человек. Известно о почти 61 тысяче умерших. Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что континент переживает вторую волну и еще не добрался до пика. Они добавляют, что имеющиеся цифры не могут передать картину полностью. На континенте не хватает тестов. За последнюю неделю в Африке обнаружили два новых штамма коронавируса. Первый, найденный в ЮАР, может быть более заразным, чем мутации, которые были известны ранее. Мы думаем, что этот конкретный вариант вируса умеет еще лучше передаваться от человека к человеку. Это значит, что нам становится еще труднее его контролировать. Нам необходимо удвоить наши усилия по борьбе с этим вирусом. Еще один штамм коронавируса, вероятно, обнаружен в столице Кении – Найроби. Об этом накануне сообщил глава Африканского центра по контролю и профилактике болезни доктор Джон Нкенгасонг. Он подчеркнул, что хотя этот вид может иметь некоторое сходство со штаммом, обнаруженным в ЮАР, он ему не аналогичен. По словам чиновника, ученым потребуется больше времени, чтобы изучить образцы и сделать окончательные выводы. Почти миллион из всех зафиксированных на континенте случаев коронавируса приходится на ЮАР. Накануне здесь был установлен рекорд по суточному приросту – 14 305 случаев. В первую волну максимум был на несколько сотен ниже. Жители ЮАР, как и местные чиновники, надеются в первую очередь на вакцину. «Вторая волна наступает. Я не знаю, удастся ли организации здравоохранения с ней справиться. Я не знаю, но мы просто надеемся, что, может быть, будет найдено лекарство, чтобы они могли вылечить людей, потому что я вижу, как многие умирают». По плану, первые поставки вакцин придут в Африку в начале следующего года. Однако эксперты опасаются, что массовая вакцинация сможет начаться не раньше середины 2021-го. Учить не только кататься на лыжах, но и родину любит тренера из Кыргызстана. Вадим Караульных много лет тренирует детей, заодно проводит для них уроки патриотизма. Джибек Бегалиева познакомилась с ним. «А папа меня учил?» «Учил?» «Да, хоть сам и месяц». «Ну, молодцы. Теперь у вас будет настоящий тренер. Теперь у вас не будет просто папа учить, у вас будет учить настоящий профессиональный тренер. И вы будете становиться настоящими спортсменами». С тех пор, как в Каракол стали чаще приезжать туристы, все больше родители хотят, чтобы их дети занимались горнолыжным спортом. Особенно популярны лыжи у девочек, но послаблений ни для кого тренеры не делают. «Знаете, я не буду здесь разделять. Есть разница детей. А мальчиков от девочек нет. Ну, конечно, мальчики немножко, знаете, поспортивнее. Они более быстрые, более резкие, более выносливые. Ну, мальчики, одним словом. Девочки идут в свои цели, они не отступают. Мальчики, они как бы, да, они такие спортивные, но девочки, они добиваются своего». Никто из малышей, скорее всего, не знает. Вадим не просто тренер. Он много лет был лучшим среди горнолыжников Кыргызстана. Почти все члены нынешней национальной сборной – его ученики. Тех, кто только встает на лыжи, Вадим первым делом учит главным правилам чемпионов. Всегда стремится быть первыми. «Я хочу кататься, выигрывать на соревнованиях первое место. Хочу много на олимпиадах участвовать и выигрывать всегда. Я хочу, например, съездить в Америку на олимпиаду и получить первое место». Частные уроки и бизнес приносят гораздо больше денег, но оставлять спортшколу Вадим не хочет. Кроме зарплаты от государства, она равна примерно 50 долларам, он получает кое-что еще – возможность вырастить новых чемпионов. «Я себя не представляю, сидя в офисе, там где-то еще, потому что я понимаю, что вся жизнь, она проходит здесь, да, в активном образе жизни, понимаете. И это дает там силы, желание жить, стремление, да, ну и вообще показывает, насколько удивительный у нас мир». И как-то незаметно для себя Вадим учит детей не только ездить на лыжах. Между сухими техническими инструкциями он успевает объяснить детям кое-что более сложное. «Я не накидываю, не накручиваю им, но я показываю им, что такое наша родина, что такое Кыргызстан, что такое в целом наш край, да. То есть и тем самым они, как бы у них прививается эта любовь к нашей земле, да». А сравнить Вадиму действительно есть чем. Он проработал в разных странах Европы, но почему-то вернулся в свой родной каракол. «Потому что это родина, нет, не хочется. Это родина, здесь хорошо, там уже все оккультурено, понимаете, а здесь все только начинается, и я нужен здесь, потому что мы должны делиться, мы должны помогать нашим кыргызстанцам, потому что это Кыргызстан, детка». «Тому что учеников в спортшколе стало больше, Вадим, конечно, очень рад. Вот только плохо, что все детки теперь не помещаются в старенький вахтовый КАМАЗ, на котором школа возит на базу спортсменов. В прошлом году власти обещали купить новый автобус, но, видимо, из-за пандемии свои обещания чиновники позабыли». «Джебек Бегалиева», «Самат Алжбаев», «Настоящее время Азия», «Кыргызстан», «Каракол». «Санта-Клаусы» в США, Израиле, Португалии и Ливане идут на беспрецедентные меры, чтобы поднять людям настроение в этом году омраченным коронавирусом и вызванным пандемией экономическим спадом», рассказывает Анастасия Дмитриева. «Штат Нью-Йорк освобождает Санта-Клауса от прохождения двухнедельного карантина, объявил губернатор Эндрю Куомо. Это правило действует для всех, прибывающих в штат. Но в честь Рождества власти пошли на некоторые послабления с одним лишь условием. Санта должен носить маску, заявил Куомо на пресс-конференции в понедельник в Улбани. «Санта-Клаус попросил сделать исключение для него и не сажать на 14-дневный карантин, потому что это неправильно, ведь кто-то вовремя не получит подарки». Маску, но не медицинскую, а для плавания надел Санта-Клаус на юге США. Ныряющий с аквалангом волшебник поменял оленя на подводный гидроцикл и в сопровождении верного эльфа отправился в круиз вдоль кораллового рифа архипелага Флорида-Кис. Цель путешествия – собрать деньги для детских благотворительных организаций, а ещё привлечь внимание к экологической ситуации в Национальном морском заповеднике, который включает в себя единственный живой барьер коралловых рифов в Соединённых Штатах. Под охраной заказника находится 2900 квадратных морских миль воды, которые являются домом для тысяч представителей подводной фауны. Представителей разных конфессий приветствовал в Иерусалиме Санта-Клаус, выехавший к жителям верхом на верблюде. Он раздавал рождественские ёлки, чтобы поднять настроение в преддверии омрачённого ковид-19 праздника в Старом городе, священном как для иудеев, так и для мусульман и христиан. За вородой скрывался Иса Кассисиех – палестинец-христианин, который уже несколько лет в канун зимних праздников дарит прохожим радости деревья, предоставленные муниципалитетом. Впрочем, в этом году у древних стен собралось не так уж много людей. В другом месте, на пляже Тель-Авива, женщины и мужчины, одетые в костюмы Санта-Клауса, играли в пляжный волейбол. Соревнования организовала мэрия, чтобы поощрить активность на открытом воздухе и распространить дух праздника. «В этом году Рождество во всём мире немного другое, иногда даже немного грустное. Но здесь, в Тель-Авиве, мы решили устроить вечеринку». Коронавирус изменил планы португальцев. Каждый праздничный сезон тысячи детей спешат в крупнейший крытый торговый центр страны Коломбо в Лиссабоне, чтобы сесть на колени Санте и попросить подарки. Теперь, вместо того, чтобы ждать встречи в длинной очереди взволнованных детей, Санта-Клаус предлагает онлайн-встречи. Все сеансы видеочатов вплоть до 24 декабря полностью забронированы. Не один, а сразу несколько Санта-Клаусов приветствовали гостей в рождественской деревне рядом с обломками порта Бейрута. Ярмарка устроила благотворительная организация, как поздравление городу, разрушенному взрывам, ростом коронавирусных инфекций и худшим экономическим кризисом со времен гражданской войны в Ливане. «Впрочем, в людях все равно живет надежда», сказала Жоржетта Сулейман, которая работает охранником в школе. «Бог даст, это Рождество принесет нам радость и надежду, и Ливан вернется к тому, каким он был, к тому, каким мы его любим. Мы много страдали, но есть также люди, которые, возможно, страдают даже больше. Только Бог может спасти Ливан и спасти таких бедных людей, как мы, от этой боли». Рождественская деревня Солидарности, украшенная мигающими гирляндами и сверкающими деревьями, устраивает бесплатные концерты, чтобы поднять настроение семьям, которые не могут позволить себе сезонную роскошь. На открытии выступил оперный певец Элиас Фрэнсис. Вы смотрели программу «Азия», это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами в понедельник. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго и до встречи в эфире. Индейская резервация «Пайн Рич» в штате Южная Дакота. Совсем другая Америка. Три поколения индейских женщин отказываются быть жертвами обстоятельств. В документальном фильме Виктории Купченецкой «Дочери племени Лакота». Год короны. Мировые СМИ об основных этапах пандемии коронавируса 2020-го и прогнозах на год следующий. Домашка. Проблемы и курьезы многомесячной работы на дому в материалах медиа разных стран. Цвет настроения. Синие трусы. Реакция российских социальных сетей на главный пранк года. Реакция российских социальных сетей на главный пранк года. Реакция российских социальных сетей на главный пранк. 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 Реакция российских социальных сетей на главный пранк.